Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствуем вас в Центре славянских культур, Библиотеке иностранной литературы. Кого-то мы приветствуем онлайн, кого-то приветствуем вживую. Очень рады видеть настоящих, живых зрителей в нашем зале. Пусть и пока в не очень большом количестве. Надеемся, что пандемия все-таки отступит, и вновь наш Центр будет полон живых зрителей и слушателей. Но вы тоже живые, не пугайтесь, мы вас тоже очень любим и ценим, все, кто нас смотрит онлайн. И сегодня у нас в гостях Ксения Валерьевна Мельчакова, кандидат исторических наук, историк, балканист, которая специализируется на Боснии, насколько я понимаю. И вот как раз об этой замечательной стране, точнее, об ее истории, о том, как в XIX веке с ней познакомились российские дипломаты, мы будем сегодня говорить. Добрый вечер. В первую очередь хочу поблагодарить Центр славянских культур за приглашение, потому что очень редко предоставляется возможность рассказать о такой действительно, наверное, малоизвестной стране, как Боснии и Герцеговины, тем более о жизни Боснии и Герцеговины и боснийских славян в далеком XIX веке. Также очень рада приветствовать всех слушателей, присутствующих лично и онлайн. И тема сегодняшней моей лекции обозначена как «Османские провинции Боснии и Герцеговины. Наблюдение российских дипломатов в XIX веке». Начну с небольшой предыстории. До середины XIX столетия контакты России с землями Боснии и Герцеговины были явлением редким. По большей части соприкасаться со славянским населением из этих областей приходилось русской армии во время военных походов. Так, например, в 1711 году в битве на реке Прут против русского войска сражалось полторы тысячи боснийских спахий. Предпринимал попытки наладить контакты с землями Боснии и Герцеговины и Михаил Ильич Милорадович, который, будучи сам герцеговинцем, был отправлен Петром I на Балканы с особой миссией, но Боснии и Герцеговине каких-то особых и желаемых результатов ему достичь не удалось. Кучукой на джерский мир 1774 года принес России право открывать на территории Османской империи свои консульства и вице-консульства. Однако эта привилегия также достаточно длительное время не использовалась. Крымская война 1853-56 года изменила отношение правительства к данному вопросу. Министр иностранных дел Горчаков понял, что отсутствие поддержки со стороны южных славян во время войны явилось прямым следствием отсутствия русских дипломатических представительств в регионе. Подвел итоги Крымской войны Парижский конгресс, который открылся в феврале 1856 года. Одним из главных вопросов, стоявших перед великими державами на мирном конгрессе, был вопрос о судьбе европейских провинций Османской империи. И вот 18 февраля, параллельно с работой этого самого Парижского конгресса, который приходил с 13 февраля, по 16 апреля, был издан султанский указ о реформах Хаты Хумаюн. С принятием Хаты Хумаюна началась политика конструирования новой нации, Османской. Обеспечение всем гражданам безопасности личности, гласности суда, обещание кодифицировать законы, реформы провинциальных миджилисов и прочее. Весь этот комплекс мер был направлен на расширение прав немусульманского населения империи. Вопрос о равенстве исповедующих ислам и представителей других конфессий занимал больше половины Хата. Однако об этом речь шла и ранее, на первом этапе реформ в Османской империи, которые носят наименование Танзимат. Но в 1856 году вступила в действие девятая статья Парижского мирного договора. Она утвердила право иностранных держав вмешиваться во внутренние дела Турции. Таким образом, Россия потеряла статус единоличной покровительницы над христианским населением Османской империи. И чтобы окончательно не утратить своих позиций на Балканах, Россия разворачивает сеть консульств. В списке этих новых дипломатических представительств мы находим и главный город Боснии, Сараева. Всем, кому более подробно интересна эта тема, советую ознакомиться с работой Виктории Максимовны Хевролиной. Тут выходные данные ее большой статьи вы видите на слайде. Можно я вопрос задам? Да, пожалуйста. Небольшой. Просто уточняющий. Получается, что Россия считалась покровительницей славянских народов всех, которые входили в Османскую империю, но при этом не было консульств, не было представительств. Консульства и представительства были только в тех местах, где у России были какие-то торговые интересы. Босния и Герцеговина не входило никаким образом. Достаточно на карту посмотреть, которая уже мелькнула. У нас не было там никаких торговых интересов. То есть связи именно с самими непосредственно славянскими народами были либо на уровне династическом, княжеском, царском, получается, либо на уровне торгового. Например, какие-то, если говорить вот об этом кусочке Балкана, об этом регионе, то какие-то, например, сведения о Боснии могли поступать из нашего белградского консульства, которое было, потому что у нас там были и торговые интересы, и связи, как вы правильно заметили, потому что у нас уже тогда было сербское автономное княжество. И только вот что-то оттуда могло поступать о Боснии и Герцеговине. А вообще, если вам интересен вопрос о работе российских консульств до Крымской войны, то я советую ознакомиться с трудами Елены Петровны Кудрявцевой из Института российской истории РАН. У нее относительно недавно, в прошлом или позапрошлом году, точно не вспомню, вышла целая большая монография, посвященная этому вопросу. Но вот она, конечно, может быть, это, конечно, и спорно, можно немножко поспорить, она утверждает, что вот до этого момента, до Крымской войны, практически все наши консульства на Балканах открывались чисто вот из экономического интереса, выполняли функцию торговых представительств. И она иногда даже упускает такое номинование, какую-то дипломатическую функцию консулов, относит на второй план по сравнению с функцией торговых представителей. А связано ли это с религиозной такой составляющей, что сербы, Белград, это все-таки православная такая в большей части территория, а в Боснии, как я понимаю, уже тогда ислам превалировал в то время, да? Ну, вы правильно заметили насчет того, что в Боснии у нас были славяне-мусульмане, об этом я скажу немножко дальше, поподробнее, да? Нет, в данном случае не связано с этим. В данном случае нет. Ну что ж, если вы позвольте, я продолжу. Ну, конечно, конечно. Итак, значит, еще уже с конца 40-х годов 19-го века православные жители Боснии и Герцеговины не раз обращались как раз-таки к российским властям с просьбой учредить консульство в регионе. Но, как я уже сказала, поскольку у нас торговых интересов в этом крае не было, реакции в ответ никакой не следовало. И решение об открытии российского консульства, так же, как вы, наверное, уже поняли, было принято только в октябре 1856-го года. Перед этим учреждением ставились две главные задачи. Первое – это наблюдение за проведением в жизни положений Хатуху Маю на 1856-го года, о котором уже было сказано выше. И второе – это защита интересов православного населения Боснии и Герцеговины. Вот здесь вот подчеркиваю, что действительно православное. Немножко отвечаю на ваш предыдущий вопрос. Защищать славян-мусульман не планировалось. Не планировалось, да. Первым российским консулом в Сараеве стал 25-летний выпускник Московского университета, историк, славянофил, словист, филолог Александр Федорович Гельфердин. Гельфердин к многим, кто занимается славянами или интересуется славянами. Очень известна эта личность. Согласно полученным инструкциям, молодой дипломат был обязан наблюдать за обстановкой в регионе, информировать о происходящем остальных консулов на Балканах и Азиатский департамент МИД. Консульство в Сараеве подчинялось именно Азиатскому департаменту. К прямому исполнению консульских обязанностей Гельфердин приступил через 5 месяцев после назначения. Пусть Сараева для начинающего дипломата лежал через Вену, Триест и Рогозу, где он около месяца ожидал инструкций из Константинополя. Гельфердин сам изъявил желание отправиться в эти далекие славяно-турецкие области, куда, честно говоря, его коллеги-дипломаты очень не хотели попасть. Это очень интересно, но его отец Федор Иванович занимал видные посты в российский МИД и был близким другом директора Азиатского департамента Егора Петровича Ковалевского, и таким образом для молодого дипломата была составлена протекция. Но справедливости ради скажу, что Гельфердин пытался попасть в Боснию и Иране. Например, в 1856 году он совершил большое путешествие по Балканам, побывал в Белграде, в Сербии, намеревался поехать и в Боснию, но тогда ему не суждено было, не удалось, поездка туда сорвалась. Прежде всего, конечно же, эти края влекли Гельфердинга как ученого-словиста. Он надеялся найти здесь неизвестные древнеславянские рукописи, изучить быт и нравы местного населения. В пользу Гельфердинга говорил его профессиональная подготовка. Он прекрасно владел сербским языком, хорошо узнал историю и культуру сербского народа. К тому времени уже была опубликована и даже переведена на сербский язык его «История сербов и болгар». Секретарем консульства был выпускник Лазаревского института восточных языков Александр Семенович Ионин. Новость о назначении на эту должность застала его на службе при русской миссии в Константинополе. 20-летний молодой человек воспринял это назначение с глубокой печалью. Перед тем, как отправиться в Рагузу, где его ожидал Гельфердинг, Ионин отправил письмо неустановленному лицу, скорее всего, к своему дятюшке. Тут позволю вам зачитать. Цитату. «На днях я отправляюсь в Рагузу, морем через Смирну, Афины и Корфу. Вы, может быть, порадуетесь за меня, подумайте, что я отправляюсь на берега Италии под светлое небо Адриатики. Да, до Рагузы было бы хорошо, но мне придется оттуда углубиться еще в одно из самых положительных захолустьев Турции, где небо может быть такое же голубое, как и в Италии, где природа, говорят, прекрасно, но где красоты ее совсем не отразились на человеке. Именно я еду в Боснию. Мой товарищ, с которым мы вместе начали службу, назначен в Иерусалим. Ему тут одна дама сказала, что ему очень завидуют, потому что он едет спасаться. «Нет», — сказал я, «мне надо больше завидовать. Я сам еду спасать босняков от невежества. Но мне не позавидовали. Признаться вам, так если бы я был сам на ее месте, тоже бы себе не позавидовал. Вот до сих пор видел людей, а теперь надо бы наладить с дикарями». Недоволен Ионин был и своим начальником. Он писал, что Гельфердинг, магистр санскритской древности, а Гельфердинг как раз в 1953 году засчитал магистрскую диссертацию, посвященную сравнению славянских языков с санскритом в том числе, едет туда чисто из праздного и научного интереса и настоящим консулом не является. Александр Семенович с горячностью полагал, что делать в Боснии совершенно нечего и одному дипломату. Гельфердинг через полгода вернется в Петербург, цитирует, чтобы издать там что-нибудь о непонятных надписях, которые можно принять за санскритские. А он, значит, останется управлять консульством в Сараеве. Утешал Ионин себя не только перспективой занять должность консула, хоть и в Сараеве, но и тем, что по долгу службы ему предстояли частые поездки в Вену и Рагузу. Кроме того, начальство обещало, что его пребывание в Боснии продлится не более полутора лет. Весной 1857 года Ионин доставил инструкции в Ферман это указ султана и Берат грамоты или свидетельства в Рагузу Гельфердингу и молодые дипломаты должны были двинуться в путь. Но сделать этого вскоре им не удалось, поскольку, к сожалению, начальство не позаботилось о том, чтобы снабдить Ионина средствами на путевые расходы на поездку до Сараева. Ионина? Ионина, да. Гельфердинга снабдили, а про Ионина немножко забыли. Так вышло. В итоге Гельфердинга спросил разрешение консула в Рагузе Стремоухова позволить использовать часть средств выданных на обустройство нового консульства для транспортировки и переезда бедного секретаря и Драгомана, а Драгоман это переводчик с восточных языков, до Сараева, то бишь Ионина. Но интересно, что в Рагузе Гельфердинг нанял переводчика с турецкого языка. То есть Ионин ехал в качестве переводчика с турецкого языка, но пришлось нанять еще и переводчика с турецкого языка, так как молодой Ионин, еще не имея большого опыта общения на турецком, не был уверен в своих навыках и переводчик сопровождал их до Сараева и пробыл там еще несколько месяцев. Вот так, забегая вперед, тоже такая интересная история. Ехали дипломаты через Требени и Мостер. Существовал более короткий и безопасный путь по реке Неретова через город Меткович, но было необходимо оценить ситуацию в неспокойных уголках Герцеговины. О пути до Сараева Ионин подробно рассказал в письме своему приятелю-издателю литературоведу Петру Алексеевичу Ефрему. Писал он следующее. «Прибывшие в Рогозу, мы отправились с консулом в путь верхом до самого Сараева, куда мы за разными церемониями и остановками приехали только на 12-й день, хотя настоящего пути быстрого только шесть. Вы себе представить не можете этого части несносного путешествия по скалам, по склейским камням, по таким крутизнам, что нужно просто скатываться и совершенно без пути дороги. Дикость невероятная, везде разрушение и веткость, в народе апатия, доходящая до клупости. Впрочем, иногда мы были вознаграждаемы истинно великолепными видами. В долинах природы роскошны, зато на горах голый черный камень, на котором не растет даже и вереск. Как приятно ехать верхом по такому пути, уже представляю, вообразить вам церемониал и быт турок со здешними угнетенными несчастными христианами еще более замечательно. Из Мостера поступили первые донесения Гельфердинга о притеснениях христианского населения. В главном городе Герцеговине российские дипломаты пробыли около пяти дней. Их разместили во дворце местного паши. И наибольшее удивление и недоумение у работников консульства вызывало манера османских чиновников вести дела. Гельфердинг подробно описал особенности жизненного уклада турецкого управленца. Вот небольшая цитата, которую вы видите сейчас на экране, встречается в нескольких письмах Гельфердинга разным его товарищам в разных редакциях, встречается и в его печатных работах. Но я привела вариант, который был снабжен вот таким рисунком. Вы видите в центре сидит Гельфердинг по правую руку от него ионин, по левую мостерский паша. Итак, описание этого ужина. Восемь часов позовут нас ужинать к его превосходительству. Сажают за стол, уставленный бесконечным множеством солений и бутылок, подают всем трубки. Паша съест соленый кусочек, выпьет рюмку мастики, запьет водой, захлебнет дымом из кальяна и скажет мне комплимент по-турецки, который мне переведут и на который отвечу приличным излиянием чувств. Так дело идет два часа, пока не дойдут до самых горячих излияний любви и пока не опустеет до дна графин мастики. Потом два часа опять тянется самый ужин, двадцать пять кушаний самых разнообразных и между ними всякие распатрубки, но уже не комплименты, а тяжелое молчание. Наконец в полноча отодвигается стол и все сидят и кто скукает табачным дымом. Так проводит свои вечера вся турецкая знать. Ну вот этот вот ужин и такое первое соприкосновение с ориентальной культурой настолько впечатлили Гельфординга, что вот я действительно встречала в его письмах три или четыре раза описание этого знаменательного события. Заметка такая, да, да, да. А можно вопрос? Да, пожалуйста. То есть при том, что Паша это мусульманин, ясное дело. Да, конечно. вино он употребляет. Ну. То есть это, в принципе, в культуре тогда это было допустимо. Ну, здесь идет речь не о вине, а о мастике. Это род такой крепкой водки, да, ну, скажу вам словами Гельфординга, да, из его путевых заметок о том, что, когда он спросил у одного мусульманина, как же вы можете пить спиртное, употреблять, он сказал, что запрещено это пить вино, но это же не вино, поэтому все, вопросы сняты. Вопрос снимается. Итак, 23 мая 1857 года российские дипломаты наконец-то прибыли к месту назначения в город Сараево. В штат российского консульства входили кавазы, то бишь охрана и посыльные. На должность кавазов Гельфординг нанял двух албанцев. Один из них сопровождал Гельфординга во всех его поездках. Эти кавазы прослужили при консульстве России до 1869 года. Посыльные выполняли важные поручения по пересылке и передаче почты. Они также получали неплохую месячную плату и премии. Кроме того, постепенно у консульства появилась разветвленная сеть тайных агентов, которые также присылали свои донесения и получали небольшую плату за это. Гельфординг сразу же установил дружеские отношения с дипломатическими представителями всех иностранных консульств. На тот момент это были Франция, Англия и Австрия. Также отношения с главами православной паствы Боснии и Герцеговины. То имеется в виду митрополиты. Их было три, герцеговинский, зворникский и добробасанский или боснийский. Но постепенно он понял, что все-таки отношения с ними складываются не лучшим образом. Так, добробасанский митрополит Дионисий первоначально ввел Гельфординга в заблуждение, представился ему главным родителем православия в регионе, однако позже стало ясно, что он чинил препятствия в налаживании контактов российских дипломатов с православным населением, которое было им очень недовольно. Не удалось найти общий язык из герцеговинским митрополитом Григория. Устранение и ослабление греческого духовенства в Боснии и Герцеговине Гельфординга считал одной из главных задач российского консульства и одним из способов к ее достижению было воспитание священнослужителей из местной среды. Этим и объясняется в первую очередь активная деятельность Гельфординга и других консулов в России по указанию помощи учебным заведениям и организации учебного процесса в Боснии и Герцеговине. И здесь как раз-таки важное маленькое отступление, о чем может быть следовало сказать вначале, что касается этноконфессионального состава Боснии и Герцеговины. На слайде вы видите данные небольшие, данные очень примерные за 60-е годы. Тогда уже у нас был боснийский велоед. Время, когда Гельфординг прибыл в эти края в это время, боснийский пошалык и герцеговинский санджак были разными административными единицами. В 60-е годы произошло объединение в боснийский велоед. Но если говорить о 1856-м годе, то очень-очень грубо, поскольку точной статистики у нас нет, можно сказать, что процент мусульманского населения равнялся около 40-ка, также примерно 40% составляло население православное, католики процентов 18, ну и оставшиеся 2% это цыгане и евреи. Можно тогда акцент сделаю? Не все же разбираются в этой проблеме наши зрители. То, что получается, что духовенство, по крайней мере его верхушка, это были греки. В основном, да, чаще всего это были греки, представители... Это такой важный акцент. Да, 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 Спасибо за дополнение. Так, ну вот, из-за непродолжительного пребывания в славянских областях Османской империи Гельфординк успел объездить почти всю Боснию и Герцеговину. Здесь такая достаточно грубая карта его путешествий. И в ходе поездок он действовал одновременно и как дипломат, и как ученый, и как общественный деятель. Целью Гельфординга ученого в первую очередь был сбор рукописей и других материалов, которые должны были помочь ему при написании задуманной истории славян. Ну, эту историю славян он так и не написал. Гельфординг славянофил отправился в путешествие для подробнейшего изучения быта и нравов славянского народа и поиска в пути сближения русского читателя с турецкими славянами. А Гельфординг-консул, как первый дипломатический представитель России в крае, должен был составить самое полное представление о нем, в том числе и о характере турецкого управления. Это было очень важно ввиду того, что данные земли никогда ранее не были предметом серьезного изучения ни в дипломатическом, ни в военном ведомствах России. А собранные Гельфордингом сведения помогли составить своеобразную карту ареала русского влияния в крае. Кроме того, он наладил контакты с местным населением и немногочисленными представителями, если можно так назвать, местной интеллигенцией, которые могли бы сочувствовать реализации русских планов на Балканах. Российский консул предлагает читателю разнообразные сведения о Боснии и Герцеговине. Он обращает внимание на природу, народ, быт и нравы, местных жителей, культуру, историю, турецкое управление, язык. В его трудах два из них самых крупных это Босния, Герцеговина и Старая Сербия и Босния в начале 1858 года, которые переиздавались несколько раз и сейчас доступны в открытом доступе в интернете. Всех интересующихся призываю их почитать и посмотреть, особенно первый из них, он наиболее интересен. В его трудах также приводятся тексты, обнаруженных им в разных хранилищах средневековых грамот, детально анализируются легенды. Часть, кстати, из рукописей, привезенных им из Поснии Герцеговины, хранятся сейчас в фондах библиотеки Салтыкова-Щедрина в Петербурге. С ними тоже можно ознакомиться в электронном виде. За эту работу о Боснии Гильфердинк в 1860 году получил половину Демидовской премии. Она на тот момент считалась самой почетной неправительственной наградой в России для ученых. Что касается сочинения Боснии в начале 1858 года, то здесь можно выделить несколько основных вопросов, которые затрагивают ученые. Это география региона, природа экономической развития, население, этнический религиозный состав и, наконец, турецкое управление. Итак, вслед за Гильфердингом читатель следует по землям боснийского Пашалыка и герцоговинского Санжака. По сути дела, его путешествие состояло из трех поездок. Маршруты были таковы. Первое, это Рагуза, Требень, Мостер, Сараево, как вы можете догадываться, это как раз маршрут следования в Сараево, о котором мы уже сегодня говорили. Второе, это поездка на юг Боснии, это Сараево, Рогатица, Вышеград, далее Старая Сербия, но мы сегодня о ней говорить не будем. Вот на карте тоже этот кусочек у нас не обозначен. И, наконец, третья крупная поездка, это поездка по Средней Боснии. Это такие города, как Фойница, Травник, Яйца и Баня Лука. Что же пишет Гильфердинг? Наконец-то я за неприступной турецкой границей, наконец-то я в таинственной земле, о которой слышал столько рассказов и в которую ни один из рассказчиков не смел проникнуть. Я давно уже кружил вокруг Боснии, и все говорили мне о ней с каким-то страхом. Так он начинает свое повествование. Ну и задаем вопрос, совпал ли наводящий ужас образ турецких земель, рисуемый людьми, которым доводилось там побывать с тем, что там увидел сам Гильфердинг. И так я теперь на турецкой земле между дикими людьми, сообщал путешественник. И первое, что он увидел на своем пути, были герцоговинские территории. Кругом запустение, жизнь остановилась, и Гильфердинг признается, что будто бы попал в далекое прошлое. Он и другие наши консулы в то время сравнивали Боснию и Герцеговину со Средневековьем. Вот этот мотив попадания в прошлое достаточно часто встречается. То же самое он встретил и в Боснии, который пишет так. «Не знаю, почему заслужила в сербском народе титул хваленой или хвалящейся Босны. Как я скоро удостоверился, и хвалиться ей нечем, и хвалить ее не за что». Единственным островком благополучия был главный город боснийского и кроме города Сараева, несколько продвинутого вперед торговыми отношениями, пишет Гельфординк, вся Босния остается такой же, какой она была 200, а может быть и 300 лет тому назад. Однако Гельфординк развеивает миф о постоянно подстерегающих путешественников опасности, жестокости турок по отношению к неверным или качестве местных славянских разбойников. За все время путешествия российский консул, постоянно сопровождаемый свитой из охранников кавазов, ни разу не столкнулся с серьезной опасностью. Да и охрана была приставлена к нему лишь для исполнения скорее всего в первую очередь двух функций, это поиск верного путеследования и ограничение контактов дипломатов с местным славянским населением. А что же в это время делал Ионин? Постепенно он не только обрел уверенность в турецком языке, но и освоил сербский. Правда, признавался, что родственный славянский язык давался ему куда тяжелее, чем итальянский. Итальянский как-то был ближе его сердце. Теперь вы можете посмеяться надо мной. Я дипломат, хоть у дикарей-босняков, а все-таки дипломат, то есть могу там жить и ничего не делать, играть только роль представителя. Так описывал свои ожидания, подчеркиваю, ожидания от службы в Сараеве Александр Семенович. Но уже в июле 1957 года, когда Гильфординк отправился путешествовать по Боснии, Ионин остался в Сараеве один вести дела консульства. Своему товарищу Ефремову он жаловался, что в Боснии скучненько, но работать одно и то же, что в Петербурге. Пишет он следующее. Для будущности я думаю, что я выиграю назначение меня в Сараево, потому что это пост совершенно дипломатически учрежденный только в этом году и весьма важный, что вы можете видеть по географическому положению Боснии. Теперь я принял консульство на полтора месяца, а потом Гильфординк вероятно пробудет с месяца и отправится в Петербург, оставив меня. Разумеется, тогда мне будет значительная прибавка жалований и через год управления могу надеяться и быть утвержденным консулом. А эта вещь не вредная, потому что консул получает две с половиной тысячи жалований, кроме чрезвычайных издержек, размышлял Ионин в июле 57-го года. Но представление Драгомана о том, что работы в Боснии будет не очень много, оказались ошибочными. Уже с первых месяцев дела у консульства кипели, о чем он также подробно писал позже Ефрему. Все утро занято визитами и приходящими с разными просьбами и объявлениями. Все это записывается, а депеши делаются огромными для Петербурга, Вены и Константинополя. Можете судить, что для этого надобно время. Сейчас я лезу в мундир. Сюда приехал вчера новый австрийский генеральный консул и придет ко мне с визитом через час как к представителю России в мундире. Надобно и мне напяливать. Впрочем, в несении службы привыкаешь и к мундиру. Однако страшно хочется в Россию. Да я через год, полтора, если назначат сюда другого, непременно явлюсь к вам в одно прекрасное утро. Ионин мечтал, что Гельфердинг до того времени отпустит его на карнавал в Венецию, а в свободное время упражнялся в стихотворчестве. Вот одно из его стихотворных творений, но не судить строго, это Черновик, подчеркиваю, вы можете видеть на экране. Кстати, тут, да, сараевский мотив. Пока Гельфердинг совершил свои поездки, все дела в Сараеве вел Ионин. Общение с османскими властями изначально было возложено на него, как на знатока турецкого языка. Для ориентального общества же не последнюю роль играли чины и регалии иностранных дипломатов, и в зависимости от звания и наличия наград менялся и тон разговора. Поэтому молодой секретарь, как ни старался, не мог добиться полного расположения местных властей. Осенью 1957 года в Герцеговине назревало очередное антитурецкое восстание. Ионин был направлен туда для знакомства с обстановкой. Официальной причиной визита значилось информирование герцеговинского губернатора о поручении консульских обязанностей по герцеговине Сараевскому консульству. На самом же деле в его задачу входил сбор сведений о положении дел в оставших районах Герцеговин. В Мостре Ионин поселился да, кстати, вот это образ турка османли это управленец. А можно вопрос? А эти фотографии это они делали или это без других мест? Это фотографии сделанные немножко позже, сделанные в 1867 году одним нашим замечательным фотографом-путешественником Петром Павловичем Пятницким. То есть это через 10 лет от этого момента, о чем я рассказываю сегодня. Дальше будет тоже несколько фотографий вот из этого альбома. Такая небольшая ремарка. Итак, ну вот на самом деле в задачи Ионина, как я говорила, уже входил сбор сведений о положении дел в оставших районах Герцеговина. В Мостре он поселился в резиденции герцеговинского митрополита Григория в доме школы при церкви. Российский дипломат оказался в очень сложной ситуации. По Пашалыку активно распространялись слухи о том, что путешествующий по этим землям Гельфердинг спровоцировал восстание христиан. Васиф Паша оказал очень холодный прием Ионину. Если представителей других иностранных держав встречали с помпой, то Ионин столкнулся с определенной холодностью. Секретарь консульства напрямую направлял донесения о событиях края в Санкт-Петербург и Константинополь, ему удалось выяснить причины негодования властей на российское консульство и раскрыть интригу английских дипломатов, которые занимались агитацией герцоговинцев к восстанию на местах, выдавая себя за русских. Перед Ионином стояла еще одна важная задача – договориться с местными властями об открытии консульства России в Мостере. Тем временем восстание ширилось, отношения с османскими властями оставались натянутыми, и даже иностранных дипломатов уже начали смущать выпады местных управленцев в сторону Ионина. Идею открытия российского дипломатического представительства в Мостере они воспринимали в штыки. В реальности же Гельфердинг не только не занимался подстрекательством, но, напротив, одним из первых сообщал в своих донесениях об опасности грядущих событий. Открытого вмешательства со стороны консула не было. Его донесения в Азиатский департамент говорят лишь о сочувствии местному населению и попытках решить вопрос путем мирным, договорившись с властями. полагал, что состояние тогдашнего боснийского общества таково, что даже успешные выступления против турецкого управления не приведут ни к чему хорошему. По его убеждению в регионе необходимо было проводить долгосрочную подготовительную работу, развивать образование, укреплять влияние православной церкви. Между тем, события продолжали развиваться не в пользу российской дипломатии, восстание расширилось и в январе 1958 года достигло своего апогея. В феврале новым консулом в Сараево был уже назначен евграф Роман Щелепников. Гельферденко оставил для него записку, в которой говорилось об условиях и задачах деятельности консульства. Он указывал на то, что в Сараеве нет твердой точки опоры для России ни в иностранных агентах, ни в турецких властях, ни в городских жителях и высказывал опасения в связи с ростом влияния представителей Англии и Австрии. 1 января 1957 года калежскому асессору, управляющему консульством Сараева Гельфердингу, был пожалован орден Святой Анны Третьей степени. Гельфердинг в письме благодарил Ковалевского за награду, но отмечал, что Ионин более достоин монаршей милости, так как именно он был на передовой, можно сказать. В Бознии Гельфердинг оставался еще около пяти месяцев. Возвращался домой, он через Мостер, взяв с собой в качестве воспитанника уроженца этого региона 10-летнего мальчика Йована Дречи. Сегодня о нем говорить не будем, но такая небольшая ремарка. До 1872 года он находился в России, этот самый Йован Дречи, какое-то время действительно жил дома у Гельфердинга, жил и воспитывался, обучался в Санкт-Петербургской гимназии параллель. После отъезда Гельфердинга Йонин попал в тюрьму по обвинению в шпионаже. Ну, не один, вместе с английским агентом тоже они оба попали в тюрьму. Правда, в заключении они провели всего три дня, ему удалось бежать в Австрию, и вскоре Йонин вновь вернулся в Сараево. Так закончилась история пребывания Гельфердинга на посту российского консула в Боснии. Несмотря на то, что эту должность он занимал около одного года, им был задан определенный вектор для русской политики в регионе. Обвинения же дипломатических агентов России в подстрекательстве к восстанию имели и положительный результат. Опыт работы Сараевского консульства показал, что дипломаты не в состоянии держать под контролем ситуацию одновременно и в Боснии, и в Герцеговине. И в 1858 году все-таки было открыто еще одно наше консульство, на этот раз уже в городе Мостер. Сочинение же Боснии, Герцеговина и Старая Сербия ознакомило русское общество с миром и историей этого региона. В ходе поезда к подземлям славянской Турции Гельфердинг добился главной задачи, которую ставил перед ним непосредственно министр иностранных дел Горчаков, а именно сделать Россию известной и близкой местному населению. Смутное представление великой славянской держави начало приобретать яственные черты, особенно когда с подачи Гельфердинга в эти края систематически начала поступать материальная помощь из России. Гельфердинг, вернувшись в Россию, вскоре покинул дипломатическое ведомство, но Босния оставила след в его жизни. Он являлся членом такой благотворительной организации, которой, если сегодня еще успеем, я скажу поподробнее, как Московский славянский благотворительный комитет, возглавлял отделение этой организации в Петербурге. Ему принадлежат идеи организации отправки боснийских герцеговинских мальчиков на обучение в Россию, а также на основе собранных им данных было налажено систематическое оказание помощи церквям Боснии и Герцеговины. Еще один такой важный эпизод, он оказывал активную поддержку боснийской просветительнице Стаке Скендеровой в деле открытия школы для девочек в Сараеве. Надежда же Ионина на краткосрочное пребывание среди турецких славян не оправдались. Он всю жизнь посвятил дипломатической службе, из них на Балканах провел около 30 лет. В Сараеве официально он работал до 1860 года. Вот здесь сейчас не буду засчитывать, тоже его одна небольшая цитата, но справедливости ради скажу, что весь 59-й год практически его там не было, потому что в Мостре он очень серьезно заболел и находился буквально на грани жизни и смерти. Он несколько раз предпринимал попытки возвращаться к месту своей службы, но здоровье ему не позволяло находиться долго в этом климате, ему приходилось возвращаться. Цитата на экране, который вы видите, написана им из города Неаполя, где он находился на лечении. Здесь он уже тоскует по Боснии, немножко отличается от его первого неожиданный текст. Поворот, да, такой поворот. Можно все-таки я перебью немножко, потому что какой-то диалог немножко был у нас в лекции. Почему Гельфердинга убрали с должности, с этой так быстро? Спасибо, замечательный вопрос. Его никто с этой должности не убирал, изначально существовала договоренность о том, что он едет туда не более чем на один год. Так и случилось, как договаривались, так и произошло. Вроде как работа его позитивно была оценена, да, награду императорскую вручили? Я здесь могу только догадываться, строить в догадке, но скорее всего его горячо любимый папа очень не хотел, чтобы его единственный сын долгое время находился в этих краях, потому что вот до этого, когда у нас Гельфердинга не доехал таки до Боснии, ему как раз-таки помешал папа, который настоятельно ему рекомендовал туда не совать свой нос. Поэтому папа уже договорился, чтобы его туда направили. Ну вот, видимо, пришли к консенсусу, наверное, к какому-то. Договорились. Не больше года, видимо. Такой был договор. как-то так, как-то так, да. Ну, честно говоря, Гельфердинг практически все время, пока работал в ведомстве внешней политики, в Министерстве иностранных дел, он использовал это время как раз-таки для расширения как бы базы источников и знаний научных своих. он был в первую очередь ученым и потом уже дипломатом. Отец, видимо, хотел видеть его больше в каком-то другом поприще, чем на научном. Нет, почему? Науку отец очень даже поощрял. Не хотел, чтобы его сын, который тоже не отличался крепким здоровьем, если вы обратили внимание на годы жизни, то он умер всего лишь 40 лет, подвело здоровье, чтобы сын не увлекался чрезмерными экспедициями в дикие места и края, все-таки в Европу, куда-нибудь в Швейцарию или во Францию куда приятнее путешествовать, чем по нашим диким в кавычках Судя по словам современникам, современников это место небезопасное отнюдь. Это был такой своеобразный эксперимент нашего внешнеполитического ведомства сознательное назначение на короткий срок на должность консула во вновь открывшееся представительство ученого, именно ученого подчеркивая в первую очередь знатока истории культуры местного населения. Как вы услышите дальше из моего рассказа, дальше на эту должность поступали в основном дипломаты, знающие турецкий язык в первую очередь, и сербский они учили на месте. то есть это был первый и, пожалуй, единственный в Боснии человек, который приехал туда с сознанием сербского языка. Но собранные Гельфердингом данные и все-таки глубокий анализ положения дела в регионе позволили скорректировать характер русской политики в Боснии именно, а значение его этнографического труда об этих краях переоценивать вообще трудно. При этом Гельфердинг осознавал, что всего этого бы не случилось и трудно было бы достичь без помощи Ионина, который непосредственно общался со всеми чиновниками османскими. Поэтому, наверное, мы можем Гельфердинга и Ионина обоих назвать своеобразными первооткрывателями Боснии-Герцеговины для русского общества и для русского мира. Вектор, заданный Гельфердингом, продолжили и другие русские консулы в регионе. Вот небольшая табличка с тем, кто там с именами тех, кто там работал, Евграф Роман Щулепников, которого я уже упоминала, сменил его на посту консула. И, несмотря на то, что назначение на эту должность им было получено еще в октябре 1957 года, к месту службы он прибыл только в конце февраля 1958 года. Щулепников был дипломатом опытным. Свою работу в Азиатском департаменте он начал сразу же после окончания Санкт-Петербургского университета, служил в российском консульстве в Ясах, был временным управляющим консульством в Бухаресте и, наконец, с 1958 по 1968 год возглавлял консульство в Сараеве. В первую очередь Щулепникову было необходимо наладить отношения с турецкими властями и иностранными консулами. Сделать это было непросто, так как именно в это время кульминации достигло еще одно восстание под предводительством Луки Вукаловича. Целый месяц вместе с Ионином новый консул провел в Мостере. Как раз-таки там Ионин, бедный, несчастный, и заболел окончательно. А затем они отправились в Рагузу. Ионин был послан в эпицентр событий в Восточную Герцеговину, в город Трепене. Вскоре Щулепников сам поехал в эти неспокойные области, которые в дальнейшем ему приходилось неоднократно посещать. Вернувшись в Сараево, Щулепников начал работать как с представителями православного населения, так и с католиками. Такая активность российского консула настораживала австрийского генерального консульства консула Васича, который в своем донесении министру иностранных дел Австрии Рекбергу сообщал следующее. В последние два года связи, возникшие между местными христианами не католического вероисповедания и российским консулом, которого Рай называет, между прочим, наш консул, окрепли еще более. Да я должен сказать откровенно, что господин Щулепников не довольствуется уже только тем влиянием, которым он пользуется у своих собратьев по вере, но я видел уже некоторых боснийских францисканцев, с моей точки зрения экзальтированных представителей славянской расы, которые хлопотливо входят в его дом и выходят из него. После отъезда Ионина консульству приходилось нелегко. И Щулепников и его новый секретарь Алексей Николаевич Кудрявцев, вот тоже его фото, не владели, как я уже говорила, местным славянским языком, им было трудно разобраться в большом количестве прошений, проходящих в адрес консульства. Щулепников откровенно признавался, что он порой не понимает, чего от него хотят местные жители. Алексей Николаевич Кудрявцев как раз-таки стал следующим нашим консулом. Ваше прощение, а Ионин уехал, потому что заболел? Да, Ионин покинул этот пост, потому что заболел, а позже, когда все-таки окреп здоровьем в 1860 году, он получил сам должность консула в Тульче. То есть возглавил консульство, но немножко другое, тоже в регионе. Ну, видимо, его хорошо подлечили, потому что 30 лет на Балканах все-таки как-то он потом продержался еще. Ну, такая была своеобразная, может быть, и дипломатическая закалка у него именно в Сараево, и в Мостере, в Боснии, в Герцеговине. Но опыт он получил, конечно, колоссальный. Столько восстаний при нем. Да, будущий уже потом человеком в годах, он был отправлен в Латинскую Америку, где тоже только открывались наши консульства, да, он работал в Аргентине, в Бразилии, то есть очень непростые края, места, и написал, кстати, сочинение, называется «По Южной Америке». Кому интересно, тоже можете почитать. Вот, и только уже в предпенсионном возрасте он, если я не ошибаюсь, сидел где-то в Швейцарии уже. Вот, так до этого в самых горячих точках прибыл. Так он вообще, получается, такой полигод был, да? Ну, я не знаю, честно говоря, подробнее, знал ли он еще какие-то языки по поводу, кроме турецкого, сербского и итальянского, честно говоря, не встречал. Если в Латинской Америке, это, наверное, испанский тоже. Ну, возможно, что-то знал, но не знаю. Здесь нужно спрашивать американистов, потому что, к сожалению, об Александре Семеновиче Ионине вообще крайне мало какой-то литературы, крайне мало каких-то сведений, вот. Поэтому такая... Интересная личность. Ну, личность очень интересная, и мне кажется, она достойна того, чтобы исследователи более пристальное внимание обратили на эту фигуру. Однозначно. Вот, так что... Записывайте исследователей. Ну, и так, вернемся к Алексею Николаевичу Кудрявцеву. На службу в азиатский департамент МИД, он, так же, как и Ионин, поступил после окончания Лазаревского института восточных языков. Это вообще был основной поставщик кадров для наших консульств на Балканах. Так же, как и Ионин, он какое-то время находился при русской дипломатической миссии в Константинополе, был на стажировке в Сараеве, и вот, наконец, оказался в Сараеве в качестве сначала секретаря и драгомана, а затем в качестве консула. Так, к этому моменту Кудрявцев был уже опытным дипломатом и не понаслышке знал об этих краях. Долгое время он трудился один, и только в августе 69-го года в Сараеву к нему отправили помощника, секретаря и переводчика Якобсона, о котором неизвестно практически ничего. Несмотря на то, что изначально Кудрявцев воспринял свое назначение в Сараеве с таким большим энтузиазмом, уже на втором году службы он начал просить о переводе. Причиной этому послужила неприятная история с арендой дома экс-генерал-губернатора боснийского Пашалыка топал шериф Осман Паши. Дело в том, что Кудрявцев в Сараеве находился с женой, детьми и даже своим отцом. У него была очень большая семья, и вот он намеревался обеспечить им более комфортные условия проживания, и был арендован шикарный особняк топал шериф Осман Паши. Но топал шериф Осман Паша, вернувшись в Константинополь, позабыв о том, что сдал в аренду свой дом, продал ему какому-то третьему лицу. Там возник такой небольшой конфликт, поскольку Кудрявцев не хотел выезжать, затратив достаточно средств на обустройство этого особняка. А топал шериф Осман Паша, хотел, чтобы он, конечно, побыстрее туда съехал, потому что новый владелец уже был готов занять этот дом. Но вот в этом конфликте всё-таки вмешался уже наш посол в Константинополе Игнатьев, и он попросил Кудрявцев всё-таки покинуть этот дом. Это очень сильно ударило по самолюбию Кудрявцеву, и начиная с этого момента, он систематически начинает просить МИД убрать его из Боснии, перевести в какой-нибудь другой. И дети тоже у него были, да? Ой, да, у него были дети, более того, у него какая-то жена, наверное, не знаю, героиня, она нескольких из них родила прямо там. Я сейчас боюсь ошибиться, но мне кажется, в общей сложности у них было чуть ли не пятеро детей. И вот наши секретари, консульство, консулы других держав, там, например, какое-то время консулом Австро в Венгрии был человек, исповедующий православие. Они все являлись восприемниками детей Кудрявцева, то есть их всех по очереди крестили. Вот, ну, тоже очень интересная история, но не будем надеяться. Я хотел спросить, а у Ионина не было с собой семьи? То есть он к вас приехал? Он был 20 лет, он был еще таким молодым неоперевшимся дипломатом. Я имею в виду, что потом, вот, 30 лет. Потом у него была семья, да, и здесь тоже, опять-таки же, это большой вопрос для исследователей, но мне кажется все-таки, что у него было две жены. Вот из документов, которые видела я, первая жена была привезена из России, тоже какое-то время была с ним на Балканах, что с ней случилось, непонятно, понятно, а второй женой его стала, сейчас не вспомню, кажется, ее звали Мария, Черногорка из семейства негр, то есть из княжеского рода, да, вот, ну, из какой-то такой ветви отдаленной от власти. И там была какая-то романтическая история с ее спасением и с рук турок, но это, вот, опять-таки же, сюжеты, требующие большего внимательного исследования. Мне попадались в архивах только какие-то разрозненные такие эпизоды, если мы будем говорить о личной жизни. Это такая, да, интересная деталь, потому что одно дело, человек холостой, приехавший в далекую страну, и ему особо много не нужно для обустройства быта, а вот когда человек, как Кудрявцев, приехал со всей семьей, с женой, с детьми, с родителями даже. У Щелепникова тоже была семья, но я не знаю, ездили ли они с ними, или оставались в России, это неизвестно. Вот, а Гельфординк женился после того, как сдал консульский пост свой, вот, прямо, через несколько месяцев после этого. Но уже на россиянке? Ну, да, да. Итак, за время пребывания в Боснии Кудрявцев настолько всё-таки освоил сербский язык, что даже делал передводы русскоязычной детской литературы, у него было много детей, на сербский язык, несколько изданий находил, тоже такой интересный факт. В конце июня 75-го года началось герцоговинское восстание, то самое знаменитое, которое потом переросло в Великий Восточный Кризис, и закончилось русско-турецкой войной. И Кудрявцев из-за болезни жены отбыл домой. Ему на смену прибыл секретарь генерального консульства в Рогозе Модест Ичбакунин. К тому времени уже было упразднено консульство в Мостре, и Бакунин оказался один в очень непростом положении. Кудрявцев же вернулся в Сараево только в конце сентября 75-го года в Константинополе. Поползли слухи о том, что его скоропостижный отъезд из Боснии был связан с тем, что он испугался восстания. В ответ на это Кудрявцев сообщил Игнатьеву, что покуда оно не завершится, Боснию он не покинет. Вскоре Бакунин уехал из Сараева, и Кудрявцев остался один. Он занимал должность консула вплоть до апреля 1877 года. Тогда Россия просто отозвала всех своих дипломатических представителей из Турции в связи с началом войны. С 1876 года семья Кудрявцева жила в городе Славянский Брод. Это на австрийской границе город. И навещая жену и детей, дипломат знакомился с ситуацией в этих областях и затем составлял бесценные донесения о положении дел как раз таки на австрийско-боснийской границе. И за время службы в Боснии он был награжден рядом орденов. Вот вы можете видеть на слайде. И в том числе ему были вручены и турецкие ордена Меджидие 5-й, 4-й, 3-й степени. После отъезда из Боснии он был агентом МИД в Одессе. Затем был назначен генеральным консулом Берлина и, наконец, генеральным консулом Стаггольм. Что касается второго нашего консульства в Мостере. Официальное его открытие состоялось 30 августа 1858 года. Было торжественно организовано. Открывал его Щулепников. Но, как вы уже поняли, на деле Щулепникову приходилось совмещать работу и в Сараеве, и в Мостере. Поэтому фактически консульство не работало. Проект штата российского консульства в Мостере был разработан только в сентябре 1959 года. Здание нашего консульства в Мостере сохранилось. Вы можете видеть две фотографии мной сделанные. Вот фотография 1917 года. Такое оно в полуразрушенном состоянии. К сожалению, это эхо войны 90-х годов. И уже в 1918 году оно немножко изменило окрас. Вы видите, стало такое серовато-голубым. Отреставрировано. Это вот второе, да? Да, да, да. Вот это оно же. Просто оно было желтенькое, стало вот такое серенькое. Ну, отрадно, что отреставрировали. Первым консулом в Мостере стал Валериан Владимирович Безобразов. О нем известно немногое. Но он окончил также Санкт-Петербургский университет. Находился также при составе русской дипломатической миссии в Константинополе. Прекрасно знал турецкий язык. И, ну, и, наконец, вот с 1959 года получил назначение на консульскую должность в Мостере. Секретарем при консульстве, кстати, работал брат Александра Семеновича Ионина, Владимир Семенович. Он был ярым борцом за права турецких славян. И во время службы в Мостере у него зародилась идея организации восстания в Боснии герцоговины и освобождения боснийских христиан. Этому делу он был предан до конца своих дней. Деятельность секретаря вызывала недовольство и очень большие вопросы у местных властей. Его не раз обвиняли в подстрекательстве к восстанию. В конечном итоге все-таки попросили удалить из герцоговины. И вот он был переведен в Белград в 1965 году. Оценки деятельности первого консула Российской империи в Мостере сильно разнятся. По одним данным, тот, которого местные жители ждали как мессию, спасителя, изрядно подорвал авторитет России в регионе из-за каких-то финансовых махинаций. Из Мостров в азиатский департамент МИД и славянские комитеты не раз поступали на него жалобы. Отъезд дипломата был воспринят местным населением с облегчением. Но совершенно иной образ оставил в своих воспоминаниях лично знавший безобразовый герцоговинец Йован Печет. Писал он о нем следующее. Замечательный, способный, неустрашимый человек, юначина, то бишь герой, в полном смысле слова. Прекрасный знаток турецкого языка. Он не нуждался в драгомании для сношения с турецкими властями, а непосредственно сносился с ними и настаивал на исполнении предъявляемых им требований. В общем, достаточно противоречивый действительный образ этого консула создается, но о нем известно крайне мало, поэтому трудно как-то оценить его деятельность в полной мере объективно. Преемником безобразового на посту консула стал выпускник Лазаревского института восточных языков Николай Александрович Ларионов. На эту дипломатическую службу он пошел по ступам своего отца. Также прошел курс обучения при русской миссии в Константинополе. Ну и вот, наконец, и имел, кстати, такой тоже небольшой опыт работы в регионе. Он какое-то время исполнял обязанности секретаря и переводчика при Сарайском консульстве. Но, получив назначение в 1966 году, он недолго пробыл в Мостре, потому что отправился в заслуженный отпуск. И пока он находился в этом отпуске, где-то в районе ну вот с 67 по мая 68 года исполнял консульские обязанности Алексей Николаевич Кудрявцев. Кудрявцев развернул очень бурную деятельность в Герцеговине. Он составил пространную аналитическую записку. Краткий очерк Герцеговины в географическом, статистическом, этнографическом, историческом и торговом отношении, которое очень интересно. Аналогичный же очерк позже, уже в 70-м году, он составил посвященный Боснии, который называется также только краткий очерк Боснии в географическом, историческом, этнографическом, статистическом. Тот самый Кудрявцев, который с семьей приехал. Тот самый Кудрявцев, да. Вот, кстати, вот пока он был в Мостре, у него родился тоже еще один ребенок. Оба очерка Кудрявцева выполнены в традициях современной этнографии, в этнографии XIX века и имеют следующую структуру. Это география, история, этнография, статистика. В разделе, посвященном географии региона, Кудрявцев много говорят о природных богатствах, края сетуют на нерациональное их использование османскими властями. Он дает описание рек, озер, горы, долин, климата, лесов, путей сообщений, произведений земли, фруктовых деревьев, подробно останавливается на геологии и минералогии края. Особое внимание Кудрявцев уделяет вопросу вероисповедания местного населения. Он настаивает на том, что изначально в Боснии церковь была православной, а кандалицизм начал усваиваться позже. С османским завоеванием в конце 15-16 веков местная аристократия приняла ислам. Далее цитата Кудрявцева. Чтобы оправдать свое отречение, боснийские неофиты оказывали благоговение Корану и пророку больше, чем самые завоеватели. Приняв впоследствии за искренность чувства сначала ими коварно показываемые, они мало-помалу становились настоящими мусульманами и, наконец, достигли того, что из равнодушных последователей сделали самыми усердными и фанатичными магометанами. В этнографической части своих очерков консул отмечает чисто сербское происхождение местного населения. Он дает достаточно положительное описание боснийцев. Они у него, опять-таки же, в традициях современной ему этнографии храбрые, сильные, мужественные, имеют твердый характер, придерживаются строгих нравов, добры, откровенные и гостеприимные, любят народную поэзию, скромны в нуждах, чужды прихотей, деятельны, экономны в расходах. Удручает российского дипломата лишь низкий уровень образования местного населения. Особо консул отмечает, что боснийцы и герцеговенцы свято хранят память о прежней независимости, и это является двигателем всех народных восстаний. Местное же население герцеговины Кудрявцев описывает следующим образом, цитирую, герцеговенцы ростом велики, сильны, храбры и мужественные. Они сохранили самые строгие нравы, точно так же, как сохранили святыню предания своего воинственного происхождения. За веру, закон и честь они готовы страдать и умереть. Они могут переносить и голод, и холод, и невыносимую жару, и самые тяжелые работы, которые не обходят их благодаря системе и политике атаманского управления. Взамен этих качеств они очень суеверны, беспрестанно в своих изречениях употребляют брань и ругательство. В целом, очерки Кудрявцева очень полезны и интересны для исследователей Боснии, Герцеговии, но они, к сожалению, до сих пор не опубликованы. То есть, они это архивные материалы. А то есть, эти очерки он направлял просто руководству своему? Эти очерки он направлял в Азиатский департамент МИД. Существовала идея создания такого сборника под названием Турецкая империя. Он был не единственным консулом, который составлял. Вот из разных уголков Османской империи посылались подобного рода очерки. Но я очень долго пыталась выяснить, вышел ли этот труд из печати и был ли он закончен, но, к сожалению, никаких нет. Но часть из его очерка о герцеговине переработанном, то есть, пересказ его очерка, я встречала в военном сборнике уже в 1875 году. Это была статья одного военного как раз о событиях в герцеговине. Там вот прямо очень четко прослеживается, что эта статья основана на материалах Кудрявцева. Поэтому это тоже остается таким открытым вопросом для меня. Я пытаюсь как-то найти на него ответ. пока мне не удалось. То есть, такая идея была в 19 веке издать сборник? Да, да, да. Можно и в наши дни это сделать, в принципе, Нет, но позже все-таки издавались сборники, посвященные турецкой. Нет, я имею в виду вот эти донесения дипломатов именно. Они издавались? Донесения дипломатов в то время нет, не издавались. Это было все для внутреннего пользования. Я имею в виду в наши дни они же тоже не издавались, правильно? А, в наши дни нет. Почему? У нас существует, вот если мы говорим о Боснии и Герцеговине, замечательный трехтомный сборник документов «Освободительная борьба народов Боснии и Герцеговины и России», который издавался в Институте славяноведения и балканистики тогда в 80-е годы. Мы имеем массу документов по Болгарии, там тоже масса консульских донесений. Нет, это достаточно очень популярно. Вот это просто деталь. Спасибо, что Вы про это сказали. Это важно для зрителей, что с этим можно ознакомиться самим. тоже, если кому-то интересно уже конкретно великий восточный кризис и восстание в Боснии и Герцеговине с 75-го, с 77-го, с 78-го года. Также сборник документов был издан, если я не ошибаюсь, в 2007-м году в Институте славяноведения Ирана, поэтому там, конечно, там определенная выборка производилась. Ну да, не все, да. Но хотя бы, хотя бы так. Это интересно, да. Итак, осенью 67-го года Кудрявцев обратился в Азиатский департамент с предложением изменить статус дипломатического представительства в Мостре, преобразовав его в вице-консульство. Основание для этого явилось то, что в 65-м году, как я уже говорила, изменилось административное устройство в Боснии и Герцеговине, и, соответственно, Мострский Паша начал подчиняться непосредственно боснийскому вали. То есть все вопросы, связанные с Герцеговиной, теперь решались в Сараеве. Это и было сделано. Ну, к слову сказать, другие иностранные консульства тоже поступили, точно так же немножко понизили статус своих дипломатических представительств в Мостре. Летом Иларионов вернулся к месту службы, правда, он уже стал вице-консулом, к его сожалению, наверное, и занимал этот пост до 1972 года. Как и Кудрявцев, он активно сотрудничал со Славянским комитетом, представлял его руководство подробные отчеты о нуждах местного населения, и первостепенной задачей России считал поднятие уровня образования в крае. Параллельно с Кудрявцевым Иларионов составил отчет о состоянии школьного дела в регионе с перечнем мест, где необходимо поддерживать и открывать учебные заведения. Опираясь на материалы Московского Славянского комитета за 1869 год, можно выделить следующие основные вопросы, с которыми Иларионов обращался туда. Это устройство школ, содействие по строению православного собора в Мостере, если у нас будет время, я расскажу об этом поподробнее, и активность западной пропаганды в Герцеговине. Значит, а сколько у нас еще времени, подскажите? Время еще есть. Есть, хорошо. Получи заточные. Хорошо, значит, в апреле 1972 года Иларионов передал свою должность уже нашему следующему консулу, которому тоже известно крайне мало, это Яков Петрович Слаболюбов. За службу в Мостере Иларионов наградили также рядом орденов, оценили ее как позитивный, и у него тоже неплохая карьера сложилась дипломатическая. Он в разное время возглавлял консульство в Саулуне, Иерусалиме, Адрианополе и Смирне, если я не ошибаюсь. Что касается Слаболюбова, он стал нашим последним вице-консулом в Мостере. К назначению на эту должность он подошел очень ответственно, выделив несколько главных задач, которые ему было необходимо решить на новом месте. Среди них были поддержание высокого авторитета России у православного населения, защита христиан от притеснений турецкими властями, поддержка православных школ, монастырей и церквей и открытие еще одного дипломатического агентства в Требене, это тоже герцеговина. Но, забегая вперед, скажу, что этого осуществить не удалось. Уже осенью 1972 года российский консул в Сараеве Кудрявцев докладывал в Азиатский департамент МИД о целесообразности закрытия вице-консульства в Мостере. Он не видел уже смысла в продолжении работы этого дипломатического представительства. И такое решение было все-таки принято весной 1975 года в Акурат перед восстанием. Это очень большой вопрос и загадка, почему так случилось, почему закрыли именно тогда консульство. Прямого ответа на этот вопрос у меня нету. Но, возможно, это было отчасти связано со своеобразной оптимизацией, которую проводил наш МИД, потому что параллельно были также закрыты консульства еще в Дамаске, Призрине, генеральное консульство Корфу было преобразовано просто в консульство, потому что были сокращены квоты на содержание наших дипломатических представительств. население МОСТР конечно очень тяжело восприняло эту перемену и надеялось, что Россия все-таки пришлет нового консула. МИД России ну, этого не случилось, МИД России вообще активно сотрудничал с общественными благотворительными организациями, с славянским комитетом. Это видно на примере деятельности наших консулов, которые были агентами комитета. Они направляли благотворительные общества отчета о состоянии православных церквей, школ, и на основе их донесений в регионе посылались книги, церковные утверки, денежные средства. Главным координатором действий консулов был претерей русской посольской церкви в Вене Михаил Федорович Раевский. Если мы говорим опять-таки же о сборниках документов, существует замечательный двухтомник, который называется «Зарубежные славяне и Россия», документы Михаила Федоровича Раевского. Это его переписка с разными славянскими деятелями. И также рекомендую всем ознакомиться замечательной монографией Искры Васильевны Чуркиной, посвященной как раз-таки Михаилу Федоровичу Раевскому и югославянам. Кстати, многие из тех книг, которые Ксения Валерьевна перечисляет, есть у нас в центре. Вот, приходите и читайте. Не все российские дипломатические работники справлялись с возложенными на них задачами, однако, несмотря на слабости ошибки российско-дипломатической службы по Снегер-Цеговине, следует констатировать, что открытие консульса Сараеви и Мострия в значительной степени способствовало корректировке российской балканской политики, а также укрепляло связи русских общественных организаций с боснийскими славянами. Вкратце немножечко как раз благотворительности. Как вы уже поняли, 50-е и 70-е годы как раз стали временем знакомства российского общества с загадочным миром славян, Боснии и Герцеговины, и решающую роль в этом сыграли российские дипломаты, о которых мы уже поговорили, Святейший Сенат, который мы сегодня не будем затрагивать, и славянские комитеты. Деятельность славянских комитетов 19-го столетия не раз становилась предметом изучения отечественных исследователей, основные работы, посвященные этой теме, вы можете видеть на слайде. Особо отмечу замечательную монографию Сергея Александровича Никитина «Славянские комитеты России в 1956-1976 годах». Всем очень советую ее почитать. Надеюсь, что она у вас тоже есть в фондах вашей... Это хороший вопрос, надо будет поискать. уточнить это. Главной задачей как официальных кругов России, так и ее общественных благотворительных организаций стала забота именно еще раз подчеркиваю о православном населении Боснии Герцеговины. И именно оно было основным адресатом всей помощи. Ответственность России за состояние православного мира, возвращаясь к вашему вопросу в начале лекции, была не просто прикрытием для воплощения в жизни внешнеполитической какой-то стратегии вполне реальной позиции. И под упомянутыми вышеславянскими комитетами я имею в виду Петербургский благотворительный комитет графини Антонины Дмитриевны Блудовой, княгини Татьяны Васильевны Васильчиковой и графини Натальи Дмитриевны Протасовой, получивший статус официальной организации в 1856 году в Акурат после Крымской войны. Ну, в историографии его принято именовать Кружком Блудовой. И Московский славянский благотворительный комитет, который начал свою работу в 1858 году. Начало благотворительности в отношении славян очень тесно связано как раз таки с именем фрейлиной императрицы графини Антонины Дмитриевны Блудовой. Действовал ее кружок и в Боснии. Гильфердинг и Раевский стали главными посредниками Кружка в деле оказания помощи славянам Боснии и Герцеговин. К сожалению, трудно ценить оба объемах и качестве этой помощи. К сожалению, источники не позволяют составить полной картины деятельности благотворительной благотворительной организации, так как сохранились достаточно разрозненные сведения, но по большей части в Боснию отправлялись книги, церковные утварь. Гильфердинг составлял для дам благотворительниц списки местности, где особо нуждались в помощи, а они занимались сбором и отправкой пожертвований. Так продолжалось примерно до середины 60-х годов. Что касается Московского Славянского комитета, как я уже сказала, он начал свою работу в 58-м году, и был он утвержден лично императором Александром Вторым по представлению министра иностранных дел Горчакова. Ими поддерживал очень тесное отношение с азиатским департаментом МИД. И начиная с первого российского консула в Сараеве Гильфердинга, все российские консулы Боснии и Герцега очень тесно сотрудничали, как я уже говорила, с этими благотворительными организациями, что Кружок Блудовый, что Московский Славянский комитет. В архивной документации Московского комитета находятся массы донесений российских консулов из Боснии и Герцеговины. Это и оригиналы, содержания которых зачастую не отличаются от отчетов, переданных в МИД непосредственно, или же копии, присланные из Азиатского департамента. Из отчетов Славянского комитета Краевский можно судить об ощутимых размерах помощи. Книги, денежные средства, церковные утвари, облачения присылались в Боснию и Герцеговину из разных источников. Пик оказания помощи православному населению, да, вот здесь основные регионы, куда посылалась помощь, а пик оказания помощи пришелся на 1859 год. К этому времени уже российские дипломаты получили какое-то представление о нуждах края, антитурецкие волнения в Герцеговине и Пасавине постепенно на время утихали, и начался процесс восстановления пострадавших в ходе этих областей местности. Вот, например, самый большой урон был нанесен монастырю Дужу Герцеговинскому, и достаточно крупные суммы денег из России были отправлены на восстановление этого монастыря. В частности, вот, например, в 1961 году была отстроена целая вот такая церковь с колокольней в этом монастыре. В январе 1969 года состоялось открытие отделения в Петербурге комитета, Московского славянского комитета в Петербурге, и, как я уже говорила, возглавил его Александр Федорович Гильфердинг. Принято считать, что в славянском комитете существовало своего рода разделение сфер влияний, Москва отвечала за судьбы турецких славян, Петербург за судьбы австрийских славян, но это разделение довольно-таки условно. Все-таки из Петербурга ощутимая помощь Боснии и Герцеговины тоже оказывалась. Оттуда пересылались деньги на содержание ряда герцеговинских школ, открытие женской гимназии в Сараеве и покупку утварей для нового православного собора в Сараеве. Опять-таки же, выше было сказано о российских... Ну, да, кстати, заботой комитета было в том числе и обучение славян из Боснии и Герцеговины в России. Славянские комитеты также оказывали значительное содействие в организации поездок местных священнослужителей в Россию для сбора средств в пользу церквей и школ региона. И таких поездок было три. Это поездки Прокопия Чикарилы, Серафима Первича и Савы Касановича. Все они были организованы в содружестве славянских комитетов и наших консулов на Балканах. Ну и в оставшееся время я вкратце расскажу о конкретных примерах этой работы совместной наших консулов и славянских комитетов. В числе, как я уже говорила, главных проблем православного населения Боснии и Герцеговины было плачевное состояние образования, нехватка духовенства или его слабая подготовка. И невероятной удачей считалось вообще попасть в Россию для представителей этого самого духовенства. И вот одним из первых счастливчиков, кому удалось это сделать, был иеромонах из города Мостер Прокопичи Корилла. Прокопичи Корилла попал в Россию благодаря Гельфердингу. Гельфердинг познакомился с ним еще в 1957 году, уговорил его написать небольшое сочинение, летопись Герцеговины, которая была опубликована на русском языке. Им и познакомило тоже русское общество с миром этого региона. Он очень высоко оценил этого человека и предложил ему стать сопровождающим лицом для первой группы боснийских и герцеговинских мальчиков, которые отправлялись на обучение в Россию. Корилла привез детей, а затем занялся сбором средств для строительства православного собора в Мостере и восстановления и строительства еще нескольких церквей в регионе. Он побывал в Москве и в Петербурге, всего пробыл в России с 1958 по 1960 год и на родину привез значительную сумму денег целых 4000 червонцев. Но привезенные из России деньги посеяли раздор в православной среде герцеговины, вместо пользы принесли вред чернив имя России. Дело в том, что Чакарилла решил лично распорядиться собранными средствами и полагал, что денег ему хватит на восстановление 20 церквей в герцеговине, строительства большого собора в Мостере. Тем временем слухи об оказанных России благодеяниях распространялись по всему Вилаету, в город начали стекаться игумены различных герцеговинских монастырей и просить какой-нибудь материальной помощи. Он им всем отказывал, после чего поползли слухи об обмане со стороны России, о том, что это все была большая фикция и профанация. Ну и сам Чакарилла потерпел неудачу, значит, план его не увенчался успехом. Для строительства храма был нанят не очень квалифицированный архитектор, которого звали Спасы Вулич. И вот цитаты уже из 67-го года, откуда знакомого нам уже Кудрявцева. На горе ныне величина стоят четыре стены, указывая народу на его несостоятельность, бессилие и невежество. То есть они начали возводить храм, там была какая-то конструкторская ошибка, одна из стен треснула, и так он долгое время стоял. Но все-таки позже был нанят уже другой очень известный на Балканах архитектор Андрей Дамьянов. Храм был достроен, вот вы видите одно из старых его изображений. И всю его внутреннюю отделку осуществили, тоже забегая вперед, скажу, русские мастера. К сожалению, опять-таки же в 90-е годы храм был разрушен, сейчас идет активный процесс его восстановления. Вот на 19-й год он выглядел вот так. Еще одним счастливцем, кому довелось увидеть русскую землю, был сараевский архимандрит Сава Касанович. Его поездка была связана с тем, что Сараевская православная община намеревалась отстроить тоже свой большой соборный православный храм. То был мост, да? То был мост, да, то была Герцеговина. Здесь вот как раз о причастности нашей дипломатии к строительству двух таких больших храмов в главном городе Герцеговини и в главном городе Боснии. К моменту, до этого момента, вот как они решили строить этот храм, во всем Сараеве было 104 мечети и всего одна православная церковь. Вот эта вот маленькая церковь Святой Фёклы, которую вы видите на экране, она сохранилась до наших дней, но у неё не было колокольни. Колокольня была пристроена позже. Такая типичная до-танзиматная церковь, врытая в землю, немножко опущенная, маленькая. А план был грандиозный. Большой храм, 45-метровый колокольний. На установке куполов и колокольни настаивал наш консул щулепников. Усилиями российских дипломатов удалось добиться одобрения от самого султана Абдул-Азиза этого плана, который в том числе и выделил кругленькую сумму денег на его строительство, на возведение этого храма. Храм отстроили. Вот выглядит он как-то так. Это внутреннее убранство. Он сохранился до наших дней. Но у общины были колоссальные долги. Община попала, задолжала, скажем так, много кому, поскольку изрядно потратились на строительство этого храма. Сразу же скажу, тоже вот вернувшись сюда назад, все внутреннее убранство, иконы, иконостас, которые сохранились до наших дней, это тоже работа русских мастеров. Была отправлена специальная бригада туда, а иконы были привезены Сергиевской пустыни из-под Санкт-Петербурга. Художник Александр Ковчин все это нарисовал специально для Сараевского собора. Так вот, для того, чтобы расплатиться со всеми долгами, Савва Касанович и отправился в Россию. Он сюда приехал в 1872 году, пробыл два года и совершил два колоссальных путешествия по стране. побывал в городах Москва, Петербург, Рязань, Маршанск, Козлов, это нынешний Мичуринск, Тамбов, Саратов, Волынск, Казань, Вятка, Нижний Новгород, Елец и Орел. В марте 1974 года вернулся на родину и по сообщениям консула Кудрявцева привез с собой четыре с половиной тысячи рублей и массу еще каких-то вещей, церковные утвари, рис и прочего-прочего. По другим данным, ему удалось собрать аж целых девять тысяч рублей. Это, конечно, колоссальная сумма для тех времен. И вот помимо благоустройства храма на собранные в России средства было также куплено два дома рядом с собором и в одном из них разместилось женское училище. А вот эта соборная церковь Рождества Пресвятой Богородицы долгое время была резиденцией Добробассанских митрополитов и сохранилась по сей день украшает сараево. Поэтому, если кто-то будет в сараеве, обязательно зайдите внутри этого храма и посмотрите на работу наших художников и мастеров. Денег собранных хватило, чтобы долги вернуть? Да, конечно, более чем. Более чем. Между прочим, работы наших мастеров и коностас это тоже был подарок от России. и частичное правительство наше покрыло эти расходы и частично славянские комитеты. И последний, самый краткий сюжет, но о котором нельзя не сказать, это сараевская школа для девочек Стаки Скендеровой. Как вы уже поняли, я уже несколько раз повторила, что проблема образования была очень серьезна в Боснии и Герцеговине. А если говорить о проблеме женского образования, то она была куда еще более серьезной. Вообще, для православных девочек не было никаких вариантов, куда можно было пойти учиться. и вот в патриархальной боснийской среде появилась замечательная и удивительная личность, женщина, которой звали Стака Скендерова. Она занималась всю жизнь просветительской деятельностью, была монахиней в городе, где не было ни одного православного монастыря, побывала лично на аудиенцию у султана Абдул-Азиза, совершила самостоятельно паломничество в святые земли. В общем, такая выдающаяся женщина, также занималась литературным трудом. И вот одной из ее самых главных идей и одной из ее самых главных желаний, это было открытие в Сараеве школы для девочек. И эту идею помог реализовать ей как раз-таки Александр Федорович Гильфердинг, с которым она познакомилась, когда он был консулом в городе. И в 1858 году открылась вот такая замечательная школа Стаки Скендеровой, которая проработала вплоть до австро-венгерской оккупации. Что примечательно, двери школы были открыты для представительниц всех вероисповеданий. То есть туда принимали не только православных девочек, но и из католических семей, и даже из мусульманских. И даже сам топал шериф Осман-паша, будучи генерал-губернатором, отдал своих дочерей на обучение именно вот в эту школу Стаки Скендеровой. Какой-то такой парадокс. Мало того, что для девочек, так еще и для всех вероисповеданий. Ну, это очень в духе реформ того времени. И топал шериф Осман-паша тоже был очень экстраординарной и замечательной личностью, который очень много сделал для Боснии и герцеговин. Я думаю, ему можно посвящать отдельные лекции. А так, просто интересующихся призываю посмотреть, почитать об этом человеке немножко, кто он был. Выпускницы же в школах Скендеровой, конечно же, стали первыми образованными женщинами Боснии и герцеговин. И многие из них потом стали учительницами, сами преподавали уже в новых школах в Мостере, в Крайне. И, как правило, были достаточно завидными невестами. Ну, я уже перейду. Да, вот здесь какие-то... Кстати, до сих пор в Боснии и Герцегове сохранились работы. учениц школы Стаки Скендеровой. Это такие образцы вышивки, которые передаются из поколения в поколение и очень свято хранятся местными жителями. Ну, и в финале что я хочу сказать. Как вы уже поняли, повторюсь еще один раз, что 50-е, 70-е годы как раз-таки стали временем знакомства российского общества загадочным миром славян Боснии и Герцеговины. И решающую роль в этом сыграли наши дипломаты в этом регионе и благотворительные организации славянские комитеты. Главной задачей как официальных кругов России, так и ее общественных благотворительных организаций стало заботой о православном населении. Именно оно было главным адресатом всей помощи. А анализ, проведенный нашими дипломатами и общественными деятелями в регионе, не позволил дать объективную оценку ситуации в Боснии и Герцеговине и российский МИД, благодаря которой пришел к выводу о преждевременности, например, сербских планов по присоединению этого края. А далее 25-я статья Берлинского трактата, который явился итогом русско-турецкой войны с 1977-1978 года, давал Австро-Венгрии право на оккупацию этих территорий. И с июля-августа 1978-го года боснийский велоед де-факто перестал быть частью Османской империи и стал частью империи Австро-Венгерской. Но это уже совсем другая история, и я призываю вас обратить внимание на труды моей коллеги Лидии Юрьевны Пахомовой, также из Института славяновидения Иран, у которой у нее в ближайшее время должна выйти монография, посвященная уже этому вопросу, и было бы здорово, если бы мы ее обязательно пригласили, организовали встречу. Мы ее уже приглашали, она сказала, что она занята подготовкой, поэтому она сейчас не может. Но мы это было логичное продолжение моего сегодняшнего рассказа. На этом, пожалуй, я бы хотела завершить. Спасибо вам большое за столь подробный и интересный рассказ. Честно говоря, очень много нового я для себя лично узнал. Я думаю, что наши зрители поддержат. Кстати, они уже поддерживают, вот уже пишут в комментариях огромную благодарность и интерес к теме высказывают. Большое спасибо, очень приятно, что кому-то интересно эта тема. Спрашивают, спрашивают нас много всего разного. Начну, наверное, вот с такого вопроса. Есть ли у вас какой-то сайт или аккаунт в социальных сетях, где вы что-то пишете, выкладываете о истории нету. Ну вот теперь раз появились интересующиеся, я задумываюсь об этом. Да, подумайте об этом, потому что люди спрашивают. Также, что касается продолжения этого вопроса, вот в нашей библиотеке, в нашем центре есть книга Ксении Валерьевны «Босния и герцеговина в общественной политической жизни России в 1856-1875 годах». Эту книгу можно домой взять даже, но потом вернуть обязательно. Так что, если что, в нашем центре можете почитать труд Ксении Валерьевны. Я думаю, он даже не один, да? Нет, пока один. Такой большой, пока один. есть научный в журналах. Вас спрашивают, где можно почитать ваши научные изыскания? В основном какие-то издания, конечно же, Институт условиноведения РАМ. Вы можете зайти на наш сайт, у нас замечательная электронная библиотека, где многое выкладывается в открытый доступ. Поэтому призываю всех заглянуть туда и посмотреть не только мои труды, но и труды моих коллег. Они тоже достаточно интересные. Поддерживаю. Сайт действительно очень хороший, и там очень много всего в электронном виде можно прочитать. Действительно такого глубокого и очень актуального. Также задают вопрос насчет Храма Святой Троицы. Это, видимо, в Мостере? Да, да, да. Вот уточняют, видимо, был ли он восстановлен. Ну вот мы смотрели фотографии. Да, он сейчас в процессе восстановления, вот я видела, как раз перед тем, как отправиться к вам. К сожалению, я в презентацию ставила кадры с 2019 года, я видела кадры 2020 года, еще до конца не восстановлены, но они достаточно продвинулись уже. Вот, по-моему, уже купола стоят там даже, да. Так что, процесс идет, подождем еще, и я надеюсь, что все будет хорошо. Да, да. Как сохранились православные храмы в османских провинциях Боснии? То есть, видимо, вопрос, это я просто его процитировал буквально, как он написан, видимо, заключается в том, как православная церковь в этих провинциях сохранилась во времена османского завоевания. Ну, конечно же, не все сохранилось. Ну да, вот это можете рассказать, очень мало чего. Как она сохранилась? В каком статусе? Ну, все-таки Османская империя у нас империя многонациональная, да, и, как я уже говорила, на территории Боснии и Герцеговины действовало три метрополии, да, это Герцеговинская, Зворницкая или Тузланская, она в разное время была, то Зворницкая, то Тузланская, и Боснийская или Добробасанская. Ну и вот усилиями митрополитов и местных православных жителей что-то все-таки удавалось сохранить. И, конечно же, в первую очередь это замечательные герцеговинские монастыри, которые, кстати, вот многие, что я сегодня показывала тоже на слайдах, и многие монастыри, о которых я сегодня говорила, они сейчас фактически находятся на территории Черногории, просто в тот период времени не входили в состав боснийского велоеда. Вот. Ну, в Сараеве, например, очень много чего православных каких-то соборов или храмов сохранить не удалось. Вот как я уже тоже сегодня говорила, была всего лишь одна церковь. Да. Одна маленькая церковь Святой Фёкла, Дот-Анди-Матная. Строительство, кстати, вот этого большого православного собора, несмотря на то, что он был одобрен самим султаном, Абдул-Азизом, местные сараевские мусульмане также воспринимали в штыки и предпринималось несколько попыток для того, чтобы остановить этот процесс. Им очень не нравилось, что вот в этом мусульманском городе вдруг возводят такое большое сооружение, тем более, что на тот момент времени вот эта сорокаметровая колокольня по своей высоте превышала все минареты. И это был такой своеобразный демарш со стороны православной. Заявление такое. Вот, это, конечно, тоже очень не нравилось. Вообще колокольни можно было делать? Во времена тандемата, да, это было уже разрешено. Какое это время? Ну, сейчас я вернусь к нашим первым слайдам. У нас здесь есть даже в зале присутствует специалист по этому периоду, но реформы тандемата, они имеют периодизацию очень четкую, то есть первый этап реформ да, это плавающая. Разные ученые предполагают, называют, то 18 век начала этих реформ, то начало 19-го, то гюльханейских это шериф 1839 года. То есть это вопрос спорный. А второй этап реформ тандемата ознаменован как раз с принятием этого самого хаты хумаюна 1856 года, о котором я сегодня говорила. Вот тогда, после того, когда за соблюдением воплощения в жизнь этих самых указаний этого хаты хумаюна были обязаны наблюдать иностранные дипломаты, что касается Боснии и Герцеговины, тогда этот тандемат там и начал работать. До этого особо никто не исполнял никакие приказы. Но что касается Боснии и Герцеговины, то здесь даже скорее можно говорить о 60-х уже годах, то есть времени уже после Гельфердинга, это время, когда там были щелепников и кудрявцев работали, и работал вот этот замечательный топал-шериф Осман-паша, который действительно очень много сделал для того, чтобы Боснию и Герцеговину из Средневековья как-то приподнять до XIX века, и действительно очень много дел для того, чтобы уравнивать в правах местное население, христиан, мусульман. Ну, в частности, опять-таки же, то, о чем я сегодня говорила, такой его жест, когда он своих дочерей отдал в школу православной, так и с Кендеровой на обучение, да, и активно эту школу поддерживал, и много всего другого. Например, им еще была открыта первая в Сараеве библиотека, куда допускались тоже представители всех вероисповеданий, при нем заработала первая больница, куда допускались представители всех вероисповеданий, и лечение там было абсолютно бесплатным для всех, но это тоже такой предмет отдельного глубокого большого разговора, и вот еще раз обращаю ваше внимание на Топала шериф Осман Пашу, и вот советую ознакомиться с работой этого человека после, потому что многое из того, что он сделал, даже многие исследователи ранее воспринимали, что это какое-то наследие австрийской империи, австравянгрии, работы австравянгрии, Венгрии, и с удивлением даже боснийцы узнают, что нет, это было сделано намного раньше, еще при турках. Очень интересный, конечно, такой момент. Вот у меня в связи с этим возник вопрос. Вы сказали, что школа Астаки Скендеровой, она закрылась во времена австравянгерского уже там управления. В чем причина? Ну, она не особо была интересна, австрийцам, как бы, в это время уже существовали и другие учебные заведения, они открывали свои школы, было такое замечательное учебное заведение, которое появилось в 60-е годы, это школа для девочек мисс Ирби, это англичанка такая, славянофильская. А, мисс Ирби? Мисс Ирби. А я зашел мисс Ирби. Нет, Аделина, Паулина Ирби завали, тоже это замечательную женщину, вот. Она последовала школу, примеру, с таки Скендеровой и открыла тоже свою школу для девочек, куда также принимались все представительницы всех вероисповеданий, но сначала эту школу местная православная община восприняла категорически в штыки, никто не хотел отдавать туда на обучение своих детей, потому что считали, что это некая пропаганда даже не католицизма, а протестантизма, мисс Ирби была протестанткой. Вот, но вот тогда сама Стака Скендерова вступила за свою конкурентку, сказала, что ничего плохого в этом не видит, но и мисс Ирби немножко скорректировала курс обучения программы в своей школе, там был введен русский язык, вот, как-то же такое вещь, которое должна была привлечь людей, и вот ее школа продолжила свою работу, и как раз-таки, когда Стака Скендерова осталась, скажем так, без куска хлеба, ее школа закрыта, Сараева оккупирована, Австро-Венгрия, ей заняться особо нечем, мисс Ирби взяла ее под свое крыло, она жила у нее дома, вот, и очень активно ей помогала, и выпускницы школы Стаке Скендеровой работали в школе Аделины, Паулины, Ерби, тоже долгое время, то есть там какая-то приемлемая. Да, деньги из России поступать перестали, потому что нашего консульства там тоже долгое время не было об этом, когда оно появилось, и что там начали делать наши консулы, вы узнаете из монографии Лидии Юрьевны Пахомовой, уже, деньги от турецкого султана тоже не поступали, потому что это уже все оккупированные провинции, австрийцам это было неинтересно, они занимались своими делами, открывали свои школы. Да, такая очень интересная история, конечно. Спасибо, спасибо за ответ. Спрашивают нас также в Фейсбуке, существуют ли сейчас какие-то организации, подобные славянским комитетам, о которых вы рассказывали? Подобные славянским комитетам? Ну, не в том смысле, что пересылать, да, гуманитарную помощь, а в смысле таких культурных контактов между Россией и Боснией в частности? Честно говоря, затрудняюсь ответить, наверное, нет. Ну, вот, если говорить о Боснии, то я, честно говоря, не знаю, да. Буду очень рада, если кто-то подскажет и просветит и меня. Да, пишите в комментариях, может быть, кто-то знает о таких организациях. Вот, когда вы говорили про Кавокольни и про то, что султан выделил средства на строительство собора, я вспомнил историю совсем вот недавнего прошлого, точнее, даже настоящего, можно сказать, в Арабских Эмиратах до сих пор действуют такие достаточно ограничивающие христианские конфессии правила, ну, не то, чтобы там какие-то очень суровые, но ограничивающие. Вот, в частности, нельзя строить Кавокольни. Но несколько лет назад в городе Шаржа, в Арабских Эмиратах, был построен русский православный храм, и на него деньги тоже выделял как раз шейх, в частности. То есть, ему эта идея очень понравилась, и он тоже стал как султан в свое время, так и в Эмиратах местный шейх, как мы это называем-то, жертвователем на строительство православного, как-то непарадоксально, храма, и при этом разрешил там поставить Кавокольню в нарушение прежних правил, которые были до этого. То есть, это очень интересная параллель между современностью, нашими днями и тем, что было в Боснии в XIX веке. Такая параллель прослеживается, на мой взгляд, интересная. Спасибо, очень интересная ремарка. Такой парадокс интересный, что по законам все ограничено, но какие-то происходят изменения, которые вносят коррективы. Так что даже султаны спонсируют строительство храмов. по закону уже не было ограничено, уже можно было. Все-таки тут более юридически ситуация прозрачная. Очень, конечно, обширная тема. Я не ожидал, честно говоря. Я думаю, мы будем про двух людей говорить. Мы стольких людей сегодня обсудили, очень, очень таких ярких, впечатляющих своим трудом, своей деятельностью на благо России и на благо славянских народов Боснии и Герцеговины. Спасибо вам большое, Ксения Валерьевна. Спасибо большое. Очень интересная ваша лекция. Я надеюсь, что мы продолжим в том или ином виде наше с вами взаимодействие, потому что получилось очень, в мой взгляд, интересно. Спасибо большое вам. Спасибо огромное вам за приглашение и за интерес к истории Боснии и Герцеговины. И надеюсь, что я тоже кому-то его сегодня привела и кто-нибудь поподробнее захочет узнать об этой стране и обязательно туда съездить. Страна действительно замечательная и великолепная, я бы сказала. Мы благодарим также наших зрителей наших, которые смотрят нас в Фейсбуке, или на канале Культура РФ. Также благодарим всех зрителей в зале. Спасибо вам большое. И до новых встреч в Центре славянских культур. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова